Декабрь для ветеранов боевых действий месяц особенный. В 1979 году, 40 лет назад, СССР ввел войска в Афганистан, а 25 лет назад, в 1994-м, началась первая чеченская кампания. С тех пор появились новые поколения, которые о тех событиях знают лишь из фильмов. Хотя история сегодняшнего дня создавалась именно тогда и теми, кого сегодня мы называем ветеранами. Подробности в нашем материале. Их было три друга. Два Алексея и Эдуард. Жили по соседству, сбегали с уроков, играли в футбол как раз недалеко от места, где сегодня установлено БМП. Памятник воинам-героям. На постаменте фамилии школьных товарищей. Эдуард Шек, Алексей Бабриченко. Троих друзей забрали в армию в 1994-м. Отправили в Чечню. Вернулся один Алексей. Говорит, вот уже четверть века живет за себя и за друзей. Первым я пошел навестить маму Эдика Шека. Я даже не заходил домой, никуда не сходил. Почему-то сразу меня подтолкнуло пойти туда. Ну, Эдика, естественно, почему-то там не оказалась. И мы даже не знали об этом. То есть мы узнали это уже в начале января, когда уже пришел ЦИНК. Эдуард Шек погиб в Серженьюрте. Был водителем, попал под обстрел, приставлен к ордену мужества посмертно. В школе, где учился Эдуард, установлена памятная доска. Сегодня у тех же педагогов заканчивает школу его племянник Иван. Было очень много парней. И что их всегда отличало, то они всегда были очень дружные. И они друг за другом всегда стояли горой. Поэтому если там кто-то что-то, то они всегда шли на выручку друг к другу. Ну вот, а Эдуард вообще был всегда очень таким спокойным, равновешенным ребенком. И имел свою всегда точку зрения. И, в принципе, всегда ее отставил. Для Натальи Бобриченко Алексей не просто друг ее погибшего сына. Он родной человек. Часто сидят за чаем, вспоминая добродушного веселого Лешку. Он участвовал в штурме президентского дворца в Грозном. Был ранен. Умер в госпитале. Практически на руках у матери. Боль. И очень большая боль, конечно. Ну, научилась этим жить, с этой болью научилась просто жить. Алексей Молчанов тоже не может забыть увиденного в Чечне в 94-м. Грязь, боль, кровь, смерть. Приехали туда. Я сразу заметил вот просто поле. И на нем, ну вот просто вот лежат солдаты. Я еще про себя подумал. Блин, вроде где ничего. Почему они лежат-то все? А получается, что это были все двухсотые. Два года назад Алексей организовал турнир по боксу памяти Эдуарда Шека, Алексея Бобриченко и всех воинов, павших в локальных конфликтах. И очень надеется, что со временем он станет региональным спортивным мероприятием. Говорит, очень важно не только сохранить память, но и воспитать в молодом поколении те же качества, которые были у его друзей. Бесстрашие, верность, умение дружить. Итак, в студии 1 ЛЕН-ТВ-24 сегодня герой России Алексей Мохотин, руководитель Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство. И Николай Евтух, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Давайте, чтобы не юлить, мы знакомы давно, мы, в общем, видели друг друга в разных ситуациях, поэтому от официального «вы» можем переходить на простое бытовое «вы». Давайте сегодняшний эфир как-то без пафоса, простым языком объясним. Вот праздник, День Героев России. А про что? Про что мероприятие? День Героев Отечества. День Героев России. День Героев Отечества. Всех тех, кто защищал нашу Родину. Защищал ли или проявился как-то особенно? Защищал, с оружием в руках, все они Герои Отечества. Не только Герои России и Героев Советского Союза. Поэтому я считаю, что праздник всех. Конечно, ко мне обращаются и говорят, более твой праздник, но я считаю, это мой праздник, Колин праздник, и всех тех, кто со мной плечом-плечом в боях защищал нашу Родину, наш конституционный срой, боролся с терроризмом. Коля, а в твоем понимании? Ну, здесь дополнение. Как раз Герои, вот именно мамы, папы и сестры, жены и дети, они, вот тех, есть живые, есть ушедшие из жизни, да, Герои, которые по смертному дали. На самом деле, самый тяжелее, это кто остался. Вот, и это ихний груз, и для них каждый день битва внутри с собой, чтобы вставать и жить дальше. Это самый тяжелее. Там другое состояние, а здесь вот именно продолжение, и это коллективный такой вот праздник, на самом деле, общий объединяющий и День памяти тех, кто погибли, и тех, кто живые. Это традиции, оживление традиции, и самое ценное – это человеческое внимание ко всем окружающим. Слушай, ну ты-то Героем себя чувствуешь? У меня самое простое, что вот приходит вопрос, какой самый простой, когда на тебя смотрят люди, говорят, «Парень, ты же понимаешь, что ты герой, там, в глазах нас, мирных жителей, он герой». Самый настоящий герой. Самый настоящий, потому что. Он совершил подвиг в бою, он еще совершает сейчас подвиги. Он сегодня здесь, с нами. Он восхождение совершает на высоты, на Эльбрус. Да, это человек, который в жизни герой. Но ты же понимаешь, что к тебе очень часто, как к Герою, хотя звезды нету. Здесь, на самом деле, мне часто это говорят, но я скажу одно. Самое классное – это, что ты живешь не просто так, и здесь каждый твой осмысленный поступок, он заражает людей жить. Глядя ни на что, что в жизни происходит, тяжело. И такая невидимая битва, она продолжается. Я не считаю себя героем, я просто как человек. Я наслаждаюсь жизнью и делаю те действия, что делал человек любой. На самом деле, даже маленькие совершают такие действия, что взрослым у них есть чему поучиться. И здесь также я учусь у других и постоянно себя шлифую в каких-то взглядах и действиях по жизни. И это мои действия не закончились. Это его геройская жизнь, и она много приносит пользу боевым товарищам, которые иногда опускают руки в мелких бытовых ситуациях, в каких-то. А Николая постоянно, его некоторые высказывания, они вообще философские, они просто дают импульс жизни и заставляют жить. Слушайте, я вот сейчас вас слушаю, вспоминаю очень известный диалог из фильма «Брать два парня». А кто самый крутой из вас был? Кто самый крутой? В плане. В тот момент, когда ты получил звезду. Да, я получил звезду, потому что они были самые крутые. Погибли четыре героя по смерти награжденные, и множество бойцов награждены орденами мужества. Это они, герои. И за их подвиг меня, как командира, представили к званию Героя России за действия сводного отряда в этом бою. Я просто хочу зрителям пояснить, сколько я тебя знаю, ни разу не слышала, чтобы ты говорил «я Герой России». Ты всегда говорил «звезда». Так нельзя говорить «я», потому что это действительно так. Потому что вместе мы с ним шли вперед, вместе мы с ним пытались вынести раненых погибшего, за что Коля получил пулю снайпера, потому что он вытаскивал своего боевого товарища. И все. То, что там получилось, это наш отряд и приданные отряды. Псковский отряд, Зубр, там тоже два человека погибло. Удмуртский отряд, Новгородский отряд. Десять человек мы потеряли в Комсомольском погибшем. И раненых. Коля тяжело раненый. Это потребность совершать какие-то подвиги, движения, которые потом в мирной жизни будут называться подвигами? Саша, мы делали свою работу. Нигде мы не пытались сделать подвиг, потому что мы оказались в том месте, в таких условиях, что нам надо было побеждать. Нам по-другому никак нельзя. Нам отступать нельзя было. У нас поставлена задача, мы ее выполнили. Как ты считаешь, тебе как командиру на тот момент, за что ребята могут сказать спасибо? Я не знаю, это они должны сказать. Но мне было очень тяжело, когда мне давали приказ идти вперед, а вперед это значит ложить ребят. А по-другому не выполнить приказ я не мог. Поэтому я шел вместе с ребятами. Как он выбор делал? Ты видел этот момент, когда командир делает этот выбор, понимая последствия выбора? У Алексея-то все мы простые, из простых семей. Родители у всех простые, от земли которые. И у кого-то комбайнерами, у кого-то все. И это его тяжелое решение, оно давалось нелегко. Даже когда еще и пулеметчиком за ним бегал, он старался своим примером, потому что на самом деле только своим примером ты вдохновляешь людей. И это самое тяжело. И получается, еще когда мы в Дагестане были, в 99-м, то есть по командировке, тогда уже было понятно действие, и у кого какое горение внутреннее. Горение, преодолеть. Страх он всегда есть. Был там репортаж, женщина, где говорится, что страх нет. На самом деле страх есть, и каждый преодолевает его по-своему. Естественно, Алексей у него больше двойная ответственность, чем бойца. Бойцу ему просто выполнил задание, и все. А здесь он еще из людей. На самом деле еще неизвестно, как я бы повел себя на место Алексея. Потому что всегда я ему говорю, Лех, у тебя тяжелее, звезда героя, живому носить тяжелее. Потому что смотреть детям, родителям, и женам, и матерям, это на самом деле, я скажу по себе, что непростой это труд. Это должен быть здесь настолько преодолеть, пройти реально через свой ад. Через свой ад, который ты видел парней, вот они в миг сейчас были, и в миг которых их нету. Я просто по себе это говорю. Почему? Спустя какое-то время поехал и размышлял, чтобы не только свою страницу перевернуть, но и страницу общую коллективную парней и семей. Ты сейчас говоришь про то, как ты несколько лет назад в Грозный съездил. Да. Просто тоже давайте поясним зрителям, потому что мы здесь втроем присутствующие понимаем, о чем речь. Это действительно Коля несколько лет назад собрался и проехал по тем местам, где проходило действие, и где все это... Я даже в отпуске был, а он мне звонил и спрашивал, где эта высота, где он получил ранение, и я вот корректировал где-то с другого места, с далекого, он вот на эту высоту, те места, потому что там очень много изменилось. Изменилось там все, выросло кустами. Я вроде смотрю, здесь знакомое, а что-то состыковку, я вот именно привязку как раз именно с Алексеем и узнавал. Почему тебе это надо было? Вроде, ну, забыть из памяти, вычеркнуть? Нет, здесь не так уж и легко это все сделать. На самом деле я делал то, что считал нужным, и здесь так же, потому что я хотел сердцем, не умом, а вот именно сердцем. Пока я не сделаю, я не почувствую, что через что я пройду. И здесь то же самое, когда я вот это свое состояние предчувствовал, что прежде чем поехать в командировку, на самом деле, это сейчас, я друзьям расскажу, что это у меня было предчувствие за полгода, что я уже, билет будет в один конец. Каждый человек, кто ушел из жизни, даже анализируя вот эти вот все судьбоносные действия парней, которые ушли, они оставались один на один с проблемой, со своим размышлением о жизни. Просто как раз я расшифровку своих действий параллельно проводил. И здесь получается, как ты окунаешься в это, переживаешь, и ты отпускаешь. Вот тогда ты только осознанно глядя своему страху от пропущенному, я всегда говорю, какой бы крутой там ни был, все равно страх, чуть-чуть я пропустил его, и мне пришлось преодолеть его. Слушайте, вернувшись к слове страх и крутой, вообще понятие крутой каким-то образом связано с понятием герой? Или это все в литературах? Да, крутое не связано ни с понятием герой, ни с понятием спецназа. Как в присказке говорится, что крутыми бывают только яйца. Поэтому, каждый человек, он должен показать не крутизну, а вот свои реальные способности, качества, которые оценить трудно. Потому что крутизна, это не в том, что он накачан, в том, что он там супермен, а крутизна отношения с друзьями, с чужим миром. Вот это как бы считается наверное самым... Это самое трудное в этой жизни, на самом деле. Что мужчинам, что и женщинам. сохранить. Что на войне, что в мирной жизни. А опуститься на грешную землю, да, и все мы одинаковые, поэтому нет, выше, круче, поэтому все одинаковые, и надо к этому так относиться, надо общаться со всеми одинаково. Леша, а сколько ты отходил потом? Ну вот я бы сейчас сказала, не для эфира, но мы в прямом, к сожалению. В смысле? Вот все закончилось, вы вернули. Саша, я вот сегодня был на мероприятии в школе Тимура Сироздинова, мама Тимура, бюст Тимура, и я это все прохожу уже каждый раз и снова. Прихожу я к детям в кадетское училище, вроде прихожу нормально, начинают задавать вопросы, и когда все это проходишь, рассказываешь им, вопросы там они уже в форме задают, и ты им рассказываешь, что они будут военными, ничего не скрывая, там плохое взаимодействие, как ребята погибали, как выносили страшные вещи, это опять меня как бы не отойдет, это никогда. Она может затихает чуть-чуть, но то, что когда мы приехали из Дагестана без потерь, выполнили задачу, это была эйфория, а когда выиграли бой и понесли такие потери, это уже никогда не отойдет, потому что они остались там, мы здесь, они остались там. Ты понимаешь, ну, конечно, понимаешь, ты как-то для себя это формулировал, в чем для тебя была основная ответственность как командира? Вывести живыми, исполнить приказ, или не дать деморализоваться? Я сказал, что у меня ответственность и вывести живыми, и не опозорить имя спецназа Тайфун, которые уже до меня прошли первую кампанию, и я не имел права, но и в то же время ответственность за потери, и вот на этой грани я до настоящего времени не понимаю доля ответственности за погибших конечно на мне лежит, и этот груз он будет всегда на мне, потому что где-то как я бы поступил, так... Подожди, но насколько я знаю из разговоров, ты сделал то, что в тот момент тоже оказалось очень важно, да, то, что называется боевой дух, то, что здесь звучит душевая форма, а там-то это была необходимая опция... Главное, что мои друзья, которые были со мной, родные погибших, никогда мне не сказали, что они погибли, а ты где-то за их спинами отсиживался, вот это для меня самое отдушное, остальное все никто не может оценить, сделал я все или не все. А я вот, я как раз про героя России Алексея Мохотина, наверное, с тобой, да, вот понятие боевой дух в тот момент, это ведь очень важно, наверное, и это же он должен был каким-то образом сделать так, чтобы вы все сохранились в правильном состоянии. Ну, здесь, знаешь, все это коллективно такое, нет там индивидуальности, здесь получается, один где-то устает, просто, ну, многие примеры, они показывают на этапы прохождения, как раз, вот когда мы в горах были, как раз вот, когда в горах были перед Комсомольскому, Алексей был на одной высоте, мы на другой, и там мы спускались вниз, и там просто какие-то моменты были, ну, с человеком, который физически, он уставал, и ты видишь, что он устает, он в боевой выкладке, да, и ему тяжело идти, это вот, о Володе Широкове, царство небесное, да, и мы с ним вот именно преодолевали, и там еще пару бойцов, как раз, просто у человека ноги вот физически встали, он не может идти, вот, просто я вот тогда вот первый раз вот увидел вот это вот состояние, как бы ты физически здорово там не был, но есть человеческий фактор, и просто-напросто вот на прямых ногах, вот сзади, вот насколько мы могли, толкали, и мы просто вот поднимались, вот это вот какой-то вроде маленький отрезок, но это все, вот это вот кропотливое общее его состояние, чтобы не сдаваться, и он проходит сколько расстояния, мы пару секунд отдыхаем и дальше, и мы все коллективно так тут работаем, так же Алексей, он всем как-то незаметно словом или взглядом, действием, прикосновением, оно заряжает человека, тогда вот я понял одно, что человека можно включить на жизнь, и это здесь, оно такое дополнение идет, то есть она незаметна, там настолько все сжимается, что ты не понимаешь, откуда у тебя силы мобилизуются, и вот естественно здесь начинаешь понимать, как работает там молитва и все остальное, все это работает, только от твоего мышления, и от твоего намерения, или за всех, или ты за одного себя, и это вот, вот это вот, еще одна цель твоего существования на земле, выбор, человек всегда стоит перед выбором. Перед выбором. Саша, и увидеть, потому что были бойцы, уже прошедшие там по три, по четыре, там по две командировки, а были, которые первый раз попали, и вот видно, что еще мандражировать, приходилось как бы вот с собой рядом его таскать, чтобы он видел, чтобы не было его, были такие ситуации, надо помогать было, как Коля сказал. не ругаться, нет, нет, ни в коем случае, потому что человек, он должен как бы прочувствовать, и сам уже, сам включиться, потому что нельзя, когда начинают его заклевывать, там, ты там, это совершенно плохая ситуация, потому что... Вообще, я сегодняшний эфир хотела, ну, безусловно, связанный с праздником, да, Днем Героев Отечества, посвятить тому, чтобы объяснить простым языком, что такое Герой Отечества. Вот мы с вами сейчас говорим, и мы не... Действительно, мы не говорим о каких-то пафосных вещах, о которых потом пишут в учебниках. Вот то человеческое зерно, то человеческое начало, которое позволяет в какой-то момент совершенно невзрачному человеку, от которого, казалось бы, ну, и ждать бы ничего, не стоило встать и совершить подвиг. Насколько... Вот у тебя в твоей практике, как командира, как военного кадрового, насколько это типичная история? Ну, конечно, типичная, потому что может любой человек, оказавшись в определенной ситуации, показать свой характер и совершить... Это можно спрогнозировать? Ты можешь... Нет, нельзя это спрогнозировать, потому что кто-то там может готовить себя к подвигу, но в определенной ситуации может это... простой человек вроде незаметно может совершить действительно героический поступок, выручить, спасти своих товарищей. Ты ездишь по школам, ты разговариваешь с детьми, наверняка, да? И Коля точно так же. Да. Все понятно. О чем чаще всего спрашивают? Вот выслушали чудесную историю, которая для современных школьников... Ну, ваша история это как... Не знаю, там, Арказия Гайдара прочитали, про мальчиша Кибульчиша, к примеру. Мы же понимаем, что отношение примерно такое. И дальше вопросы. Ну, они задают, а что самое важное, иногда им рассказываешь, действительно, что взаимовыручка, коллективизм, вот это все. Задают разные вопросы. Бывает, задают вопросы, сколько ты убивал, там, бывает еще что-то, но задают... Что им важно? Что детям важно? Ну, им важно понять, что такое война, что такое, потому что... Ну, я не могу сказать, для чего. Ты врач в свое время, ты приезжаешь, ты общаешься с ними. Потому что они живут сейчас, конечно, компьютерными играми, они... Реальное, как бы, то, что происходит на войне, это не понять. Но... приходится рассказывать вот все трудности, чтобы они поняли, что это такое. И чтобы такого не было никогда, вот, хотелось бы, чтобы люди понимали, что это война страшная. Любая война страшная. Любая война. Любая война страшная. А вот эта мысль пользуется популярностью, Коль? Что любая война страшная? Ну, первое, что я доношу, всегда сразу переключаю даже тот вопрос, когда, если спрашивают, сколько ты это убил, я говорю всегда, что прежде чем ты кого-то убиваешь, ты убиваешь самого себя. Ты убиваешь такое же разумное существо, но у него был свой выбор. Но ты... Здесь внутренняя такая работа идет, да, и поэтому я говорю, что это уважение, прежде всего, человеческое первое должно стоять. почему на Востоке так отношение в войне свой закон. И там его тоже можно показать и уродство человечества, и вот именно душевную красоту свою сохранить. Это трудно. Часто, прости, перебью, Леша, а вот часто душевная красота на войне тебя виделась? Вот, коллега, душевная красота. Ну, может... Душевная красота, она выражается в поступках. Да, то, что у тебя есть... И на войне остаемся. Потому что вчера вот священник один сказал, что на войне тяжело, да, есть задача, приходится убивать, но главное, чтобы не превратиться в зверя, остаться человеком, чтобы духовность твоя, потому что погибли твои товарищи, и когда в плен сдаются, главное, чтобы тебя остановило, не убить тех, кто убивал, а чтобы их судил, как бы, суд. Поэтому... Ну, именно поэтому без веры, наверное, здесь... Да, вера, она должна быть. Здесь и ты остаешься после этого. Еще, оно это лекарство и посох, вот именно, чтобы идти дальше в мирное время. Почему? Ты сейчас понимаешь, в мирное время или тогда, в комсомольском, ты тоже шел с верой? Внутри тогда шел с верой, а потом как раз вот именно где-то пропустил и заново по крупице за счет веры собирал себя, вот именно по крупице и больше необъяснимо вот это, потому что каждый человек на самом деле, как бы там мы красиво не говорили, да, что такое мудрость, что такое вера, что такое любовь, что такое надежда, это на самом деле человек переживает сам, соприкоснувшись, как вот ты ноги опускаешь в воду и ты говоришь, холодная или горячая. И так и любой человек, так же начиная с мальчиков, в детстве мы все играли в войнушку, и мы проходили, и все равно мужское начало, оно тянется к оружию и к какому-то непонятному процессу, и здесь и получается, что мы сами себя за счет этого воспитываем, чтобы не быть какими-то там мажорами в том плане. Чтобы было за что себя уважать. Да, ты себя уважаешь, и люди вокруг уважают. Людям очень важно, да вообще очень важно. В общем, мужчину должно быть за что уважать, остальное сложности. На самом деле все начинается с семьи. Ты начинаешь даже с простого семьи, уважения, и потом это переходит на большое. Есть моменты, когда люди говорят, вот сейчас слово патриотизм, я так долго размышлял, с чего начинается любовь и патриотизм. Я думаю, что с маленького момента любить землю, вот так тут, когда глаза опускаешь на землю, смотришь, столько много человек выделяет массы, плюет, где находится любой прах, вот именно, да, сколько солдат просто, в землях пропитана этим всем и кровью, и костями. Мы же этого не замечаем. Мы живем, как живем. А здесь я именно как раз вот это с детства закладываю, вот это вот уважение. Но ты же, прости, я тебя перебиваю безбожно, но ты же стал замечать это после того, что в твоей жизни случилось. Раньше замечал, но сейчас более обостренно, и я смотрю на жизнь под другим углом. Раньше я больше молчал, сейчас больше, да, где-то донести, чтобы людям хоть как-то предупредить, чтобы там не надо вот этого доводить, чтобы была война какая-то. Посадить семя на мирного, потому что те, кто прошли войну, хотят они воевать дальше. Они просто говорят, не надо доводить ее до войны. Вот наслаждайтесь жизнью, вот сейчас, вот сейчас, в данный момент. Жизнь настолько прекрасна и коротка, что куда человек тратит свое время. Да, Леша. Ну, вера, она должна быть. И люди веры обращаются к Богу, обращаются к справедливости, потому что вера – это справедливость. Но это лично для тебя? Ну да, потому что, ну, а справедливость, она должна быть добрая, а не какой-то плохой. Поэтому, если веришь, обращаешься, хочешь справедливости, хочешь, чтобы было кругом все хорошее, поступки были хорошие. Это вера, я считаю. Остается буквально пару минут. Мы поговорили о том, что, какая ответственность была на тебе до того, как у тебя появилась звезда героя, а какая ответственность сегодня стоит за... Саша, еще больше ответственность, потому что вот надо ходить по школам, надо не уронить это звание. Иногда ты должен поступать лучше, чем кругом, потому что Коля сказал, делает плохие поступки. Нельзя делать вот именно то, что... Потому что у тебя звезда героя, ответственность большая. Оль, а у тебя сейчас ответственность за что в жизни? Ответственность, но так же, как вот приглашают, когда на мероприятие в школу и в разные... Сейчас получается аудитория увеличивается, и ты так же своим примером... Примером к жизни. Примером к жизни. У нас буквально несколько секунд за себя у тебя ответственность появилась. И это тоже. И это тоже. Ну, вот такие они герои современной России. Поздравляю в вашем лице всех, всех, кто имеет прямое отношение к Дню Героя Отечества. Напоминаю зрителям Студия 1, что сегодня на ЛЕН-ТВ-24 были Алексей Мохотин, герой России, руководитель Ленинградского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства и Николай Евтух, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. И тот, и другой наш спецназ Тайфун. Спасибо. С праздником. С праздником всех. Спасибо вам. Прощаюсь со зрителями в 19.00 на нашем канале прямая трансляция хоккейного матча с Каваряги. А завтра в этой студии встречаете моего коллегу Виталия Лукашева. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин